Ценники неадекватные, наши мастера такую крышу за 10к заново построят, а там за 300 тысяч ремонт черепицы только. Ну, первое, что нужно понимать, что это Соединенные Штаты Америки, здесь цены совсем другие. И вот сейчас я нашел еще письмо, которое мне уведомляли, что во все ассоциации, это значит, где стоят вот эти дома, где я живу, а там точно 9 домов и одинаковых 9 крыш. На эту сумму нужно собирать так называемый спешл ассистмент. И эта сумма 2 миллиона 200 тысяч долларов. Ну, для кого-то она покажется огромная, для кого-то нет. Вот если посчитать 2 миллиона 200 тысяч долларов разделить на 9 домов, крыша в каждом доме обошлась 244 тысячи 444 доллара. Это вот более точная информация, потому что в домах есть 2 спальневые квартиры и 3 спальневые квартиры. Самый главный нюанс, конечно, то, что куча посредников. И по факту, это было, работу эту выполняли испаноязычные мастера. Но каждый, как говорится, Вася не может в Америке взять, прийти и ремонтировать крышу. Потому что должна быть компания, которая специально имеет лайсенс, и у нее есть специальная страховка. На случай того, что если что-то не так или переделать, она все это обязана будет сделать за свой счет. И плюс эта компания дает какие-либо гарантии. В Америке вообще везде их необходимо. Обучение, лайсенсы, даже кран в комнате поменять вы по факту самостоятельно не можете. Или розетку новую установить, что-то еще. Вы тоже должны получить разрешение, минимум, если вы устанавливаете новую розетку. А по факту на многие виды работ вам необходимо обучение. И так называемый лайсенс, подтверждающий, что вы имеете право это делать и прошли специальные курсы, обучение. Поэтому это Америка, ребята. Совсем другие цены на жизнь, совсем другие зарплаты. Но надо понимать, что и совсем другие расходы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова